У нас в России было уже предпринято несколько попыток принятия отдельного закона проекта, который определял бы насилие в семье и устанавливал какие-то нормы регулирования. Но по сегодняшний день закона, который определял бы насилие в семье как именно юридическую проблему, определения насилия в семье на сегодняшний день до сих пор нет. Для чего нужен законопроект? Дело в том, что на сегодняшний день, когда женщины, пожилые люди подвергаются насилию, если это не дошло до тяжких телесных повреждений или до убийства, все это квалифицируется как дела частного обвинения. Что это означает на простом языке? Это означает, что пострадавшие должны идти подавать заявление или в милицию, или в суд, к мировому суде, и сами доказывать, что подвергаются насилию. Собрать квалифицированно все доказательства, оформить все бумаги, это, в общем, чаще всего не под силу самим пострадавшим. И на адвокатов денег нет. Есть адвокаты, которые оказывают эту помощь безвозмездно, бесплатно, но их очень немного. И поэтому такие дела очень редко доходят до суда. Вот у нас в практике был случай. Он избил жену и детей, она уехала к матери. Он приехал туда, избил ее родителей, а потом еще сжег их дачу. В результате это как бы три места, в которых один и тот же человек совершил три преступления в отношении от них и тех же людей. Но квалифицируется, рассматривается это как три отдельных дела. Так вот, законопроект также позволяет объединять это в одну картину. И для того, чтобы эффективно справляться с этой проблемой, это тоже очень важно. Семейное насилие относится, в общем-то, к категории прав человека. Почему? Потому что государство обязано защищать здоровье и жизнь каждого гражданина, гражданки, независимо от того, происходит это в частной жизни или в общественной жизни. То есть те преступления, которые совершаются в семье, они также являются преступлениями, на которые должно реагировать государство. Механизмов реагирования законодательных на сегодня очень мало. У той же полиции очень много возможностей оказать какое-то влияние на обидчиков, на тех, кто совершает это преступление. Поэтому предлагаются меры, которые позволят, скажем так, не только меры защиты, но и меры профилактики, которые необходимы для эффективного реагирования. Например, предлагается, чтобы это выводилось из дел частного обвинения. Почему? Потому что, как я уже сказала, пострадавшие, как правило, так и будут продолжать забирать это заявление. В законе, который мы предлагаем, он скорее профилактический. И там вводится, например, возможность работы с обидчиками на ранней стадии. То есть если человек начинает проявлять агрессию в своей семье, вместо того, чтобы позже идти в тюрьму на ранней стадии, его можно обязать посещать группы или работать индивидуально со специалистами, которые помогут этому человеку изменить своё поведение в семье. Люди, которые совершают насилие в семье, это приобретённая модель поведения. Она возникает в результате того, что эти люди видели подобное поведение в своей семье. И вот этот цикл такого межпоколенческого насилия, он продолжает у нас в стране воспроизводиться от одного поколения к другому. Насилие в отношении женщин – это, конечно, не чисто российское явление. Я работаю с женщинами в разных странах и сотрудничаю с активистками из разных стран. Могу сказать, что печальная реальность нашего времени в том, что фактически в каждой стране женщины сталкиваются примерно с одними и теми же препятствиями. Они основаны, с одной стороны, на культурных практиках, традиционных каких-то практиках. В одних регионах это могут быть убийства чести, насильственные браки. В других регионах это стереотипное представление о том, что женщины провоцируют насилие. И даже в тех странах, где есть хорошее законодательство, не всегда есть достаточно ресурсов для того, чтобы справиться с этой проблемой. Каждое общество должно сделать выбор и определить, насколько женщина ценна в этом обществе, насколько женщина заслуживает уважения и насколько женщина может не просто формально иметь право, а насколько у нее есть возможность, чтобы эти права исполнялись. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова